Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Огромные пробки, несколько пострадавших. Массовое ДТП произошло в краевой столице. Не трогать это на Новый год. Во сколько обойдется праздничный стол жителям Алтайского края и от чего придется отказаться? Свершилось. В парке Изумрудный в тестовом режиме открыли каток. ДТП с участием шести машин произошло сегодня утром на шоссе Ленточный Бора. Пострадавших не сообщается. Движение в обе стороны было сильно затруднено. Образовалась большая пробка. Подробности аварии сейчас выясняются, но пользователи соцсетей в комментариях предполагают, что одним из виновников затора стал водитель белого авто из-за смены колеса посередине дороги. Вторым называют водителя Тойоты. В сети звучит версия, что автомобиль решил развернуться через двойную сплошную и получил удар в бок. Всего участников ДТП было шестеро и сотни вынужденных стоять в пробке. На место оперативно выехали сотрудники ГИБДД и освободили проезжую часть от пострадавших машин. Кстати, по информации синоптиков, в Алтайском крае днем 21 декабря и ночью 22 декабря ожидается небольшой местами умеренный снег, метели, усиление ветра по югу до 20 метров в секунду. Спасатели призывают водителей быть внимательнее. К прогнозу погоды мы еще вернемся, а теперь к другой теме. В селе Антониевка Петропавловского района во время пожара погибли подростки 15 и 16 лет. Известно, что в доме было печное отопление. Трагедия могла случиться из-за неосторожного обращения с огнем при растопке печи. Взрослых рядом не было. Предполагается, что смерть несовершеннолетних наступила в результате отравления угарным газом. По поручению прокурора края Антона Германа проводится проверка по факту гибели парней. Жители края делают все, чтобы усложнить себе жизнь накануне, во время и после праздников. Таково мнение врачей. С наступлением января вдвое увеличивается число пациентов наркологической службы. А сама структура переходит на круглосуточный режим работы. Но дело даже не только в последствиях приема алкоголя. Какие еще опасности поджидают на пути к праздничному веселью, расскажут мои коллеги. В России нет культуры питья, а треть мужского населения злоупотребляет. Часто Новый год в стране отмечают как в первый и последний раз, не соблюдая максимальной нормы в 150 граммов крепких напитков, 250 вина и до литра пива. К концу декабря наркослужба края переходит на круглосуточный режим работы. Некоторые начинают пить еще и до Нового года. А потом уже, как правило, у нас рост после 1-го числа, 2-го, 3-го, обычно в сутки в отделение поступает, скажем, это где-то 8-10 человек, то после новогодних это до 20 человек. Ежегодно медики края рассказывают, что не нужно делать в праздничном угаре. Если вы готовитесь к приему алкоголя, остановитесь на одном напитке и обеспечьте себя похмельной пищей. Ешьте меньше жирного и сладкого и больше овощей и морепродуктов, и пейте воду. Пациенты, которые съели целую селедку или много огурцов и помидор, то увеличение риска декомпенсации по гипертонической болезни, так называемый риск гипертонический, он увеличивается, потому что соль задерживает жидкость. Это сопровождается тахикардией, а если у пациента еще есть ишемическая болезнь сердца, то есть это риск инсульта и инфаркта. Вот, собственно говоря, это и называется праздничное сердце. Травматичными в это время становятся и привычные действия. Люди начинают подниматься высоко на стуле, забираться на столы, чтобы что-то навести там порядок, украсить и так далее. Падают и получают серьезные повреждения. Хозяйки, которые приготовляют салаты, торопятся, нарезают, повреждают себе пальцы, сухожилия, нервы. В прошлом году в Краевой приняли 1200 человек с различными травмами. 400 потребовалось оперативное вмешательство. А вот свежая статистика обморожений. За декабрь в ожоговое отделение 3-й горбольницы обратилось 40 человек. Одного из них спасти не удалось. Часто эти истории начинаются одинаково. Человек отмечал день рождения у друга самостоятельно, пошел домой, вроде как трезвый. И пока шел, соответственно, алкогольное опьянение где-то его догнало. Проснулся утром, нашли в сугробе. Прохожие абсолютно вызвали скорую помощь. Останется человек в своем молодом возрасте, там, скажем так, чуть больше 20 лет, инвалидом, он останется без пальцев. Для сильного обморожения достаточно 15 минут. И произойти это может не в сильный мороз, предупреждают медики. Поэтому советуют жителям тепло и многослойно одеваться и при дальних поездках иметь в машине запасной комплект одежды и обуви. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. В преддверии Нового года сотрудники МЧС организуют рейды по точкам продаж пиротехнической продукции. Один из них сегодня прошел в центральном районе Барнаула. Основное внимание уделяется документации на пиротехнические изделия, сертификатам в соответствии условиям хранения пиротехники, а также недопущению к реализации просроченной пиротехнической продукции. Убеждаемся, что данная продукция не просрочена. Срок годности до 1 июля 2028 года. Сотрудники МЧС контролируют 114 мест хранения и продаж пиротехнической продукции в крае. Использование непрошедших сертификацию непригодных или самодельных фейерверков может нанести вред здоровью жизни человека. Поэтому с приближением главного зимнего праздника специалисты проверяют магазины вместе с полицией, пожарным надзором и администрацией. Кроме того, под контролем МЧС специальные площадки для запуска фейерверков. В этом году в Алтайском крае насчитывается 25 таких точек. Пиротехническую продукцию запрещается использовать в многоквартирных жилых домах, частных жилых домах, во избежание возникновения пожаров и трагических случаев. На 500 рублей дороже обойдется новогодний стол на четверых человек в этом году. К такой статистике пришел РУСПРОДСОЮЗ. Больше всего инфляция в этом году коснулась яиц, курицы и мандаринов. Наша съемочная группа решила убедиться в цифрах и закупить самый необходимый минимум для праздника. Как это было, смотрите далее в сюжете Данила Гуснецова. Согласно данным РУСПРОДСОЮЗА, новогодний стол в 2023-м подорожал более чем на 9%. То есть на четверых эта сумма составит 5,5 тысяч. Проверим, действительно ли это так. Главный салат праздничного стола, Оливье, в этом году подорожал примерно на 8%. И теперь цена на 4 порции составляется 523 рубля. Это на 37 рублей дороже, чем в 2022-м. Основная причина это, конечно же, яйца, которые в нынешних условиях стоят больше 100 рублей. Парадоксально, но согласно всероссийской статистике майонез, который делается из яиц, подешевел. Хоть и незначительно, на пару рублей. Еще немного цена упала на картофель и сливочное масло. А вот стоимость горошка и колбасы осталась примерно на том же уровне. Колбасы выбор большой. В среднем она начинается, конечно, от 200 рублей. Притом, ну, конечно, сырокопченая чуть побольше. Ну, сгодится и такая. Если вместо колбасы в Оливье положить мясо, то можно разориться. Килограмм говядины обойдется примерно в 5 сотен. За свинину и курицу придется отдать в среднем 350 и 250 рублей. В отличие от Оливье, мандарины подорожали на 25% по всей России. Сейчас килограмм в среднем стоит 164 рубля. Берем, куда деваться. Ну и какой стол без шампанского? Его стоимость по всей России выросла приблизительно на 6%. С шоколадом и сладостями в целом ситуация тоже непростая. Они в декабре подорожали более чем на 16%. Связано это, конечно же, в первую очередь с ростом цен на сырье. Именно на сладком жители Алтайского края стараются сэкономить, согласно проведенному нами опросу. От чего готовы отказаться на новогоднем столе? Ну, как сказать, от чего? От сладкого хочу отказаться, но не могу. Мясо тоже нужно как-то маленько. Ну, в основном. Салаты? Салаты тоже самое. Всего помаленьку. Меньше надо кушать. Тортика, наверное, не будет, но будет имбирное печенье, так как это новогоднее, рождественское. А вот что действительно подешевело, так это красная икра. Килограмм стоек меньше 6 тысяч рублей. Такой цены на деликатес не было с 2022 года. Так что, пожалуй, возьму две баночки. В общей сложности вся корзина с неполным новогодним набором обошлась нам больше, чем в 2000. Однако она рассчитана скорее на двух людей. Притом множество мелочей не докуплено. На них, как минимум, уйдет еще тысяча, а то и более. Ведь чем ближе значимая дата, тем выше цены на некоторые продукты. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Владимир Путин подписал закон о запрете телефонов в школах. Согласно изменениям, которые вносятся в закон об образовании, школьники не смогут пользоваться телефонами во время занятий. Исключение – экстренные случаи, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает. Мы решили узнать, как к этому относятся барнаульцы. В школах хотят запретить телефоны на уроках. Как думаете, надо, не надо запрещать телефоны на уроках? Думаю, что надо. Почему? Отвлекает. Я думаю, что правильно. А почему? Почему? Ну, блин, это отвлекает. И потом привыкаешь к тому, что все в телефоне. И есть такая иллюзия мозга, что все, типа, ты все знаешь, но на самом деле ничего не знаешь. Отлично. Почему? Потому что они отвлекают детей. Надо маленько им ограничить это все, чтобы они не вникали там сильно. И запретить им там какие-нибудь контенты взрослые, поставить им ограничения на телефон обыкновенное детское. У меня со мной двое детей, которые телефоном пользуются, это отвлекает их от уроков. И они не слушают учителей, отвлекаются на какие-то чаты, заглядывают, где-то залазивают. Телефон слушают, где-то музыку могут, наушники. То есть это отвлекает от учебы? Конечно. Это падает знания, и поэтому иногда дети, например, приходят домой и не слышат то, что рассказывал учитель. К другой теме. Государственной аптечной службе России в этом году исполнилось 105 лет. В регионе в этой сфере задействовано более 3,5 тысяч сотрудников, а самих аптек в крае больше 2 тысяч. Учреждения бесплатно обеспечивают почти 140 тысяч льготников региона. Для них ежегодно закупают более 800 наименований медикаментов, при том 75% препаратов отечественного производства. Получить лекарства можно во всех районах края. Отдаленные населенные пункты у нас обеспечиваются путем выездной работы медицинскими организациями. Ответственный специалист берет под расписку лекарственные препараты. И при выдаче также ставится отметка медицинской документации, что пациент получил препараты. В Алтайском крае богатая история фармакологии. Первая аптека открылась в 1736 году. Не было ни одной таблетки, не было ампул, не было флаконов. То есть это был тяжелый труд, который женщины в больших бутылях, в больших флягах все это готовили, разливали. Аптека была раньше у нас деревянная. В Барнауле на один каток стало больше. Он открылся в парке Изумрудный на самом пруду. Покататься может любой желающий, даже со своими коньками. Когда будет официальное открытие, куда дели всех рыбок, на эти вопросы не только ответит Дмитрий Дроздов. Он, кстати, один из первых опробовал новый каток. В далеком 1952 году в парке Изумрудный соорудили пруд. Он стал визитной карточкой этого парка и одно время здесь даже работал фонтан. Но после за водоемом мало кто следил. И после того, как три года назад началась реконструкция парка, водоем обновили. И теперь летом здесь катается на катамаранах и кормят рыбок, ну а зимой катается на коньках. В момент реконструкции парка многие спрашивали, будет ли зимой каток. В том году его залили в тестовом режиме, а уже в этом лед готов встречать посетителей. Допустимая толщина льда, который заливали около двух дней, для катания должна быть не менее 25 сантиметров. На этом пруду чуть больше 40. Готовы и удобство для посетителей. Пункт проката. Там порядка 100 пар коньков всех размеров, а также теплая раздевалка и кафе. Плюс мы параллельно постарались здесь создать атмосферу. То есть у нас сейчас иллюминация здесь добавляется, музыка играет. Освещение сделано здесь также на катке. Поэтому, когда у нас тут все заработает, плюс еще в ближайшее время планируем поставить очаг с огнем, где можно будет погреться. Администрация парка позаботилась и о рыбках каток. Огородили до моста, а за ним, можно сказать, зимний дом для рыб. Для того, чтобы она сохранилась, мы в другой части пруда, за мостом, потому что мы специально планировали так, чтобы прудом можно было пользоваться частью пруда как катком. А вот за мостом, там мы настоятельно рекомендуем на лед не выходить. Там у нас сделана полынья, стоит аэратор и насыщает воду кислородом для того, чтобы уже рыбы могли нормально перезимовать. Парковый каток – единственный централизованный каток на водоеме в Барнауле. И в этом, по словам администрации парка, заключается свой шарм. Некоторые барнаульцы уже опробовали лед и в социальных сетях уже появляются первые фотографии. Официальное открытие катка состоится в субботу, 23 декабря в 13.00. Гостей ждет развлекательная программа, показательные выступления спортсменов и фотосессия с четвероногими. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. В Барнаульце рассказали, как они справляются со стрессом. А начиная с 2020 года стресса, согласитесь, было очень много. Наш корреспондент Дарья Ерошина узнала, откуда черпать силы и вдохновение даже в самое трудное время. У всех бывают моменты, когда на дороге жизни попадаются острые гвозди. Чтобы не проколоть ноги, приходится учиться ходить прямо по ним. Иногда буквально. Мы можем не замечать, как прошел день, неделя и так далее. И вот для того, чтобы жить в состоянии, как раз вернуться к состоянию человек, будешь свои чувства. Занимаешься телом, телесными какими-то практиками ищешь. В частности, гвозди. Ольга уже три года помогает клиентам проговаривать свои чувства, стоя на гвоздях, чтобы лучше понять, с чем они связаны. Тебе, может быть, сначала больно, мы что-то порешали, подотпускали, стало полегче, я там задаю какой-нибудь вопрос и опять что-нибудь поднимается. Кто-то там не готов принять какое-то решение, кто-то не готов что-то отпустить. Бывает, что люди не встают. И бывает, кстати, что это им нужно не встать. Арт-терапевт Елена обучает сакральной геометрии. По ее мнению, рисуя, человек отключается от негативных мыслей и обретает гармонию. Кто-то ехал на автобусе в общественном транспорте, кому-то там нахамили, наступили на ногу, еще что-то. Кто-то утром поругался с мамой. Пришли, порисовали в процессе рисования, расправляются буквально плечи, хочется дышать. После пробы в эффективность метода начинают верить даже скептики. В плане рисования сакральной геометрии я бы очень скептически относился. Я такой очень долго сопротивлялся этому, говорил, да нет, ну это, как это может работать. На самом деле, очень легче после. Еще один способ отключить голову – танцы. В Барнауле ими могут начать заниматься с нуля даже взрослые. Человек приходит в танцевальный зал, переключается на работу тела, на работу мышц. Отключать голову – это, в первую очередь, прекрасный способ справиться со стрессом, с любыми мыслями гнетущими. И физические нагрузки, они, это известный научный факт, вырабатывают эндорфины. Александр – инженер. Мечтал о танцах всю жизнь и однажды решился. И вот уже три месяца в балете. Я вспоминаю моменты какого-то максимального жизненного успеха, когда я был ловок и молод, и подобен молодому богу. И вот через вот эти моменты, воспоминания, действительно начинаешь больше верить в себя. В группе начинающих занимается и Ольга. Она бухгалтер. Ну, так, когда постоянно, каждый день, допустим, бежишь, работа, там, семья, конечно, это как-то одно и то же уже это. А когда идешь, вспоминаешь, что у тебя на танцы, что да, тогда это начинает окрылять. Танцы, рисование или даже гвозди. Каждый ищет свои крылья себе по вкусу. Если ваша душа уже просится в полет, пора прислушаться. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Далее узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова